МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире на канале ТВ5 новости. В студии Алена Матвеева. Здравствуйте. Чистка рядов правоохранителей от коррупционеров. Двое оперативных сотрудников запорожского управления СБУ требовали взятку в размере 200 тысяч гривен. Злоумышленники хотели получить неправомерную выгоду за закрытие УЗ уголовного производства. Следователь того же управления требовал 10 тысяч долларов за непривлечение к ответственности лиц, причастных к организации канала нелегальной миграции. По вышеизложенным фактам возбуждены уголовные производства. Вердикт преступника. Сегодня Ореховский суд должен был вынести приговор подрывникам железнодорожного моста в Орехове. Напомним, в ночь на 24 июня 2014 года диверсанты заложили взрывчатку под первой опорой моста. Тогда движение поездов было парализовано на 8 дней. Менее чем через месяц диверсионную группировку задержала СБУ. Тогда злоумышленники готовили очередной подрыв железнодорожного пути уже в Гуляйпольском районе. Окончательный приговор преступникам Ореховский суд обязался вынести уже завтра. Напомним, до сегодня заседание переносилось трижды. Нестабильное положение на востоке страны оставляет Запорожскую область в списке потенциально опасных объектов. Именно поэтому звено Единой государственной системы гражданской обороны работает в режиме повышенной готовности реагирования на все виды чрезвычайной ситуации. По данным чрезвычайной службы, оперативность и улучшение материально-технической базы позволило сократить в 2015 году количество аварий на 30% и погибших в них людей на 17%. Ритуальные подразделы Головного управления першочергово нацелены на пошаг и рятувание людей. Надание допомоги потерпелим, уменьшение материальных взбитков – это дало свои результаты. Протягом 2015 года при ликвидации 6442 назначайных подеев рятунок 591 гражданина, из них 58 детей. Перед техническими подразделами выполнено 225 заявок и снижено 2104 единицы боеприпасов. За проявленную мужность при ликвидации наследов назначайных ситуаций и рятунок людей в 2015 году было захочено 405 співробітників. Всесторонняя поддержка вооруженных сил Украины. После того, как антитеррористическая операция переросла в полномасштабные боевые действия, роль волонтеров значительно возросла. Помощь украинской армии, а также какие угрозы таит в себе работа волонтера, смотрите в следующем сюжете. Эти добровольцы помогают украинским военным с первых дней начала АТО. С военнослужащими противотанкового дивизиона сложились хорошие дружеские отношения. Они знают первоочередные потребности бойцов и уверены, что предоставленная помощь будет использована максимально эффективно. В подразделении им всегда рады. Много друзей приобрели, много разных батарей с разных городов, в которых мы пытаемся чем-то помочь, чем можем. Многие военные даже после демобилизации навещают боевых товарищей. Сергей состоит в сообществе ветеранов АТО и членов их семей. Бойцам помогает ремонтом техники. Мало кто знает, что во время широкомасштабных боевых действий в районе Дебальцево в котле оказались не только военные, но и люди, которые приехали им помочь. Котле были, выходили. Девочки выходили без колес. Резина слетала и выходили. Точно так же под Волновахой попали под минометный обстрел. В счастье попадал под грады. Когда нет сплошной линии разграничений и явных ориентиров, большой риск не туда свернуть и заехать, к примеру, на блокпост так называемой ДНР. Волонтеры вспоминают историю с улыбкой, но тогда, признаются, было не до смеха. Это как-то, как бы сказать, стремновато, когда видишь красный флажок и синим крестиком по диагоналям. Сразу срабатывает такой инстинкт, что сзади нету такого, как посадка, деревья. Машина разворачивается моментально. В любого автомобиля, даже если взять это старенький москвич, который там сделан, резина горит. Резина горит. Даже после таких опасных поездок не намерены останавливаться. Говорят, помогать будут до полного окончания боевых действий. Дома всеми мы объясняем, что это же уже все, это жизнь. Это жизнь. Надо, если взялись, надо что-то доделать до конца. Примера нету. Мы прекрасно ездим и видим, что надо помогать и все. До победы. Более подробно о происходящем в зоне АТО смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня». Евгения Мельник, Юрий Васильченко из Донецкой области. ТВ5. Что делать с Украиной? Судьбой Запорожской трехзвездочной гостиницы озаботились депутаты областного совета. Этот объект – коммунальное предприятие, и он находится на балансе областного бюджета. Вот только прибыль отель «Украина» перестал приносить уже давно. Чтобы выяснить, в каком он состоянии, депутаты провели там небольшую ревизию, что случилось с отелем и есть ли у него будущее, выясняли наши корреспонденты. Несколько лет назад с ревизией в гостиницу «Украина» приезжала известная украинская программа «Ревизор». Ее ведущая поселилась в одном из самых лучших и просторных номеров. Впрочем, ревизия тогда оставила негативное впечатление. Вот этот же номер. Сегодня он выглядит так. Время гостиницы пошло не на пользу. Две основных проблемы. Из строя вышли системы отопления и энергосбережения. В 2014 году в минус 27 руководство предыдущее, которое было, приняли решение, я не знаю, почему они такое решение приняли, отключили центробежные насосы. Их тогда отключили от МТМ, отключил их от отопления, и они остановили циркуляционные насосы, несли в воду с батареей. Батареи разорваны, трубы находятся полностью в стенах, проверить их состояние. Это очень слишком дорогое удовольствие. Намного дороже будет, даже чем построить полностью новую систему. Из-за этих проблем в номерах гостиницы сейчас не более 5 градусов тепла. Посетителей греют закупленными обогревателями. Впрочем, из 90 номеров 39 не работают, так как находятся в непригодном для проживания состоянии. В холодное время в отеле «Украина» отключили воду и перестали принимать посетителей. С начала нового года первых два постояльца заехали только сегодня. До такого состояния отель доводили на протяжении многих лет, утверждают специалисты. Что теперь с ним делать? Вопрос пока без ответа. В течение последних десятков, возможно, лет не вкладывали значительные средства в модернизацию. Ну и, естественно, здание там построено более двух десятков лет назад требовало периодических капитальных и текущих ремонтов. Первый вариант – это вложение значительных денежных средств в модернизацию текущих инженерных и прочих сетей данного объекта. И, как вариант, второй – это возможная реализация данного объекта. На защите Финплана в Эблсовете нынешнее руководство рассказало, чтобы привести гостиницу в порядок, нужно около 30 миллионов гривен. На эти средства можно будет сделать капитальный ремонт с реконструкцией. Правда, окупятся вложения не раньше, чем через 20 лет. Депутаты областного совета с таким предложением не согласны. Подход областного совета в целом заключается в том, чтобы коммунальные предприятия обслуживали себя и обеспечивали себя самостоятельно. Потому что цель любого коммунального предприятия – это получение прибыли, а не вытягивание средств из областного бюджета. Продавать отель «Украина» в областном совете сейчас тоже не намерены. Как вернуть ему жизнь без затрат казенных денег – об этом еще неделю поручили думать руководству гостиницы. А пока выход не найден, большое перспективное здание в центре города продолжает понемногу отмирать. Екатерина Свириденко, Евгения Маловик, Андрей Снесаренко, ТВ5. Запорожские вузы в списке самых красивых. Один из туристических сайтов составил топ-12 эстетически наиболее привлекательных учебных заведений Украины. В рейтинг попали Бердянский государственный педагогический и Запорожский национальный университеты. Последние славятся двумя корпусами. Подробнее о них расскажет Мария Маркелян. Сегодня Запорожский национальный университет – это 8 учебных корпусов. Здание третьего было построено в 1903 году. Его по праву включили в список памятников архитектуры местного значения. Эти стены буквально дышат историей. В начале 20 века здание служило помещением для Александровской женской гимназии. Весной 1918 сюда прибыли украинские сечевые стрельцы. Именно в этом здании устраивали балы и прочие торжества. В 1930 году его передали в собственность Запорожского государственного педагогического института. Під час війни в сучасному третьому навчальному корпусі розташовувався штаб німецької групи армії «Південь» Манштейна Ериха фон Левінський. Він говорить, що в 1943 році сюди приїздив Адольф Гітлер. Після війни в цьому корпусі розташовувалася середня школа номер 65. І вже в 1979 році цей корпус було передано Запорізькому державному педагогічному інституті. Здання третього корпуса строили по проєкту земського техніка Фадія Пікутовського. Спустя багато років архітектурні рішення визивають настоячий восторг. Це яркий пример так называемого кирпичного стиля, характерного для періода еклектики. В цьому будинку застосовано кілька стилів. От ви бачите арочні вікна. Це елемент від класики. Резаліти від неоросійського стилю. Стрільчаті обрамлення вікон першого поверха. Це малесенький елемент готики. Тому в такому випадку називаємо будинок має стиль еклектики. А еклектика – це власне розумний вибір. А це вже здання першого корпуса. Построено в 1910 році. Вначале тут знаходилася Олександровська мужська гімназія. Як і в третьому корпусі, тут коли-то знаходилася домовая церковь. Ликвидували її після Октябрьської революції. Тоді тут розміщався пункт евакуації. І лише в 1938 році здання стало частиною педагогічного інститута. Під час війни цей корпус було частково зруйновано. Було пошкоджено частину фасаду та верхню частину даху. Після війни цей корпус було дуже швидко відреконструйовано. І вже в 1955 році тут відновилося навчання студентів Запорізького державного педагогічного інституту. Спроєктированное Олександровським архітектором Михаїлом Кондратєвим в своєм первозданном виді здання представляло новаторські війні позднього модернізма. До нашого часу багато деталей збереглося. Але разом з тим у фасаді цього будинку деякі деталі оформлення модернові були знищені після Другої світової війни, коли проводилися ремонти капітальні. Багато чого зрізали, знищували і так далі. А натомість з'явилися барельєфи з зображенням радянської, ну такої наукової мови символики, зображення книги, зображення зірки радянської. І хоча время вносить свої коррективи, здання остається історичним пам'ятником містного значення. Але главное, що помимо естетичного удовольствия, стены альма-матер дарять необхідні знання. Марія Маркелян, Константин Пороскевич, ТВ5. В студії работала Алена Матвеевича. Увидимся в 17.00. Дякую за перегляд! Оля, а ти ж зараз не со мною разговариваєш, да? Не со мною була? Алена Матвеевича, я дёрню этот шнурочек, который за утром. Ты меня не слышала? Нет, вообще не слышала. Ни разу за выпуск, при чём я тебя не слышала, если ты со мной разговаривала. Ты серьёзно? Да. Я не слышала. Значит, смотри, пишем подводку анонсу, делаем паузу, потом промо и прощаемся. Тогда молодец, Алена Матвеевича. А чё ты молчала? Ну я не знаю, мало ли как... А в ухо, в ухо, в ухо. А в ухо поговорим? О, всё, я слышу. Ну я не знаю, может... Не знаю, просто не разговариваешь со мной, не разговариваешь. Может, там сидишь, думаешь о ком-то. Чё ж я тебя отвлекать-то буду? Так, подводку, да? Если ты опять мне говоришь, то я опять не слышу. Короче. Давайте, да, писать, какая разница уже всё равно. Да. Пишем, да? Это была последняя информация этого выпуска. Уже в 19.00. Не пропустите. Если вы не знаете, что сейчас в тренде, не можете разобраться в отношениях с противоположным полом, или у вас просто плохое настроение, не паникуйте. Программа «Планшет» всё исправит через несколько минут на телеканале ТВ-5. Это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, о новостях в Запорожье и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zipi.ua. Если вы хотите поделиться с нами интересной информацией или видеоматериалами, рассказать о проблеме или высказать своё мнение, пишите главред.tv5.zipi.ua. В студии работала Алёна Матвеева. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Подводку к анонсу не нужно, да? Нет, Катюша, поставь, пожалуйста, на промо. Если вы не знаете, что сейчас в тренде, не можете разобраться в отношениях с противоположным полом, или у вас просто плохое настроение, не паникуйте. Программа «Планшет» всё исправит через несколько минут на телеканале ТВ-5. Это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, о новостях в Запорожье и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zipi.ua. Если вы хотите поделиться с нами интересной информацией или видеоматериалами, рассказать о проблеме или высказать своё мнение, пишите главред.эт tv5.zipi.ua. В студии работала Алёна Матвеева. Увидимся. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова